Всем доброго времени суток! Сегодня у нас 29 августа Канал Zimani Это видео будет продолжение к предыдущему видео, часть 2 Поиск товара на Амазоне для торговли приватлайблом Не дропшиппинг, а именно приватлайбл Первое видео было о том, что я рассказывал про широкий диапазон На начальном этапе я отбирал просто товар который соответствует достаточно широкому широкому отбору касалось в первую очередь чтобы просто товар хорошо продавался желательно, желательно еще я обращал внимание на соотношение отзывов к продажам еще я смотрел сразу определенные группы товаров в которых скорее всего будет мой товар потому что не всеми товарами можно торговать на Амазоне то есть я рассказал про группы рассказал про какие-то нюансы сейчас я буду рассказывать именно уже о том, что я сам хочу ну не сам я хочу продавать а о том, как я буду отбирать уже вот я отобрал, например, пять товаров это естественно образцы но такие уже как бы живые, нормальные образцы которые, в принципе, гипотетически возможны для работы вот первая группа товаров вот такая вот группа смотрим Амзоскопом цена средняя у нас если у вас этой программы нет еще раз говорю, есть смешеры, есть несколько программ смотрите первую часть видео ссылочка будет вот здесь вот продажи есть зелененького, к сожалению, мало зелененького, к сожалению, мало то есть в любом случае если другие группы будут более зеленые это будет уже у них преимущество смотрим ценник ценник, к сожалению, тоже не альц, так скажем, восемь долларов я уже рассказывал про то, что надо очень внимательно относиться к конкурентам уважительно и покупателям тоже не надо рассчитывать, что ваш товар будет самый классный и с самого старта вы начнете продавать его дорого большая есть вероятность, что на начальном этапе вам придется очень сильно жертвовать ценой и не рассчитывайте на то, что рассказывают курсы здесь нет никакой заманухи я рассказываю про свой личный опыт не собираюсь на какие платные курсы предлагать продавать что-то и так далее чисто я на данный момент ищу зеномышленников больше не более того так что буду говорить все как есть на самом деле не рассчитывайте, что вы вкинув туда две тысячи долларов две тысячи долларов и у вас все сразу пойдут продажи и покупаются как угодно с наценкой бешеной такого нет не будет может быть повезти конечно но есть шанс, что и не повезет по крайней мере общаясь с теми людьми и на своем опыте я вижу, что здесь надо работать пахать и двумя тысячами долларов никого здесь не удивишь потому что ну вот сами можете посмотреть человек продает в день 37 штук а человек 151 штук продает по 11 долларов ну вот и представьте какой у него оборот из-за этого зайдя сюда на эту нишу и вы захотите продавать например то же самое вам будет очень сложно то есть вот этот товар продается 151 штука в день вот у меня такие ранги ну так что имейте это ввиду если вы хотите торговать такой же в точности костью сделать надпись чуть-чуть другую покупатель не ломанутся к вам ну то есть вы должны что-то для этого сделать желательное ценообразование я уже говорил много критериев очень много есть еще раз говорю целые чек-листы по которым можно ориентироваться я ими не пользуюсь особо может быть и зря но в принципе все это относительно чисто для удобства кому удобно по чек-листам кому удобно еще как-то я рассказываю именно исключительно как я делаю комментарии буду очень рад потому что я могу естественно ошибаться и мою систему естественно можно и нужно улучшать так смотрю я продажи опять же рассказываю как в том видео по продажам почему я первостепенно смотрю сейчас на продажи потому что опыт показывает не все так просто и люди которые нам рассказывали о том что здесь нужна минимальная конкуренция минимальное количество отзывов как ни странно я не знаю вот в данный момент сейчас кого я знаю у людей кто влез вот в такие вот ниши зеленый это не панацея это просто один из показателей чек-листа так что на это можете не обращать внимание просто здесь удобнее чем на смешере то что здесь продажи в день и эта штука не знаю они говорят что более точно чем смешер ну поверю на слово в любом случае ориентируюсь сначала я по продажам потом смотрю зелененькое так ну вот сейчас я открыл это окно накрываю следующее все вот отложил это у нас что тут так следующий ролл то же самое включаю пускай грузится нет вот например именно 5 товаров то есть я взял грубо говоря сотню товаров выбрал предположим вот эти вот 5 запустил программку для начала не более того сделаю я бесплатную рекламу люди эту программу за 500 долларов продают неплохая программка но весь смысл именно в том что так как мы ее покупаем она платная надеюсь что она просто более точная нам производители обещают то что там более точно я знаю таких 2 в точно один в один это джангл стал тоже платным и соответственно смартфер вот этот вот ангел уникал смешет так что давайте пробежимся посмотрим что у нас здесь по показателям продажи есть продажи есть продажи есть я не буду листать по дальнейшим страницам по версии то есть в разных товарах по разному есть в принципе продажи у многих и на второй и на третьей странице то есть мы естественно будем листать отбирать смотреть в любом случае это показатель на видео то есть я сейчас расскажу именно про те критерии которыми пользуюсь непосредственно я так что-то он подзавис короче не хочет теперь показатель есть зелененькое это тоже хороший показатель здесь зеленого нет вообще ни у кого есть товары у которых вообще все зеленые я уже по этому поводу по этим товарам говорил как правило это товары или не ходовые ну не очень ходовые мягко говоря или это товары тяжелые габаритные очень дорогие технически сложные все равно еще есть сезонные то есть вот такие товары с которыми ну не просто так работают из-за этого там и конкуренция ниже или просто просто очень дорогой товар мало кто раздает потому что я показывал по ebay по бестселеренку по горячим предложениям самопродаваемым есть еще варианты там пойти по группам фейсбук например amazon reviewer они все закрыты практически там вы можете товары отдавать на продажу для отзывов и можем там посмотреть как раз свежие идеи тот же томасом он посмотрит ну много товаров которые сейчас на данный момент люди заводят на амазон и для и делают раздают их за халяву чтобы получить отзывы так ну что подгружаюсь так подгрузился а эти удали ну короче вот такой вот примерные товары они естественно группа похожая все это группа доктоис но доктоис разбивается вот на этим в общем показателе так какой у нас тут док чиво что там чиво обозначить все делается по колхозному жевательные игрушки но они все в принципе жевательные вот в любом случае это накидал я для образца надо в любом случае еще более подробнейшим образом очень важно отбирать товары вот эти вот по тем ключевым словам фразам по которым вы думаете что будет основной трафик проверяйте вы обязательно популярность этого запроса на google trends обязательно google trends нам показывает это косвенный показатель он не показывает продаж но он показывает запросы информативные то есть люди интересуются вот эти игрушки нифига не не интересуются то есть живай с ними игрушками а вот док боусь например будет совсем по-другому значит велика вероятность что док с квиктоис это неправильный совершенно запрос ну на вскидку я просто его показал именно так как амазон вот здесь вот я копировал разделяет по группам это не столь важно говорим о других важных так скажем показателях идем значит ну как сказать даже так 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 ну например там нам нравится что-то там кость вот этого мы знаем где эти кости закупать естественно мы первостепенно первостепенно мы смотрим вот предложение аналогичных товаров похожих товаров мы смотрим на цену 1159 все зависит естественно от закупки то есть на Alibaba надо будет прицениться посмотреть сколько закупочная цена потом посмотреть вес от веса и габаритов будет зависеть доставка то есть ну вот у меня например товар был достаточно компактный по весу за 165 килограмм я отдал на 700 до сколько там 725 долларов или 715 нас долларов то есть вот такие показатели это была достаточно дорогая доставка авиа естественно FedEx но она была во-первых в течение 5 дней во-вторых это была первая моя тогда отгрузка в принципе я думаю что доставку можно сократить баксов на 100 150 вот попробовать потому что поставщики они как бы такие скользкие товарищи на них рассчитывать нельзя на 100% после этого после того как мы вот здесь смотрим габариты этой пости здесь габариты у нас предположим 6,4 найти в гугле сколько это переводим граммы 181 грамм нормально вот мой товар весил 208 грамм 181 грамм нас габарит устраивает размер устраивает вес устраивает после этого после этого мы двигаемся дальше смотрим ключевое слово например этой кости какой будет ключевое слово естественно может быть вот такое слово посмотрим ну такие вот названия желательно игрушка посмотрим удаляем ну здесь какие-то всплески даже есть симулируем убираем на Америку но я сейчас не буду 12 месяцев ну скромные запросы это вещица достаточно скромные запросы так двигаемся дальше то есть посмотрели мы как бы запрос достаточно скромный посмотрим вот с этим сквозь это вот самое-самое начало то есть никаких на данный момент смотрим тоже непопулярно и таким образом мы вот смотрим подбираем себе товар который по запросам на гугле то есть это один из моих показателей который имеет значение это так сейчас найду тут одна вещь так идем дальше идем дальше посмотрели мы гипотетически выбрали тот товар который интересен у нас есть товар просто док той пэтбет док бет вот разные товары насколько они популярны в этом гугле то есть по ним ищут идут запросы информативные то есть люди интересуются этим товаром в амазоне естественно трафик другой но у нас аналогичная программа для амазона к сожалению чтобы смотреть если есть что-то похожее напишите я с удовольствием буду тоже пользоваться пошли дальше мы посмотрели популярность в поисковике после этого отобрали какой-то товар начинаем начинаем уже более подробно им заниматься ну я не знаю какой товар выбрать в принципе можно этой кости ну давайте веревками вот например смотрим по веревкам по крайней мере здесь одни веревки то есть это у нас переводится ролл веревка я так понимаю да веревка игрушка для собак то есть все четко все понятно вот здесь вот видите кстати paperclip то есть люди рекламируют свои свои игрушки им пофиг то есть это вот резиновая утка она рекламирует скорее всего по всем ключевым фразам на автомате или в ручном режиме не знаю потому что если человек покупает веревку по смыслу так ошибка нет нет ошибся все таки резиновая утка не рекламируется она рекламируется именно желательно вот вот такие игрушки даже не переводится короче огол не справляется ну ладно я тебя удалю предположим предположим из того что я искал выбрал я веревки что я дальше делаю открываем начинаем уже смотреть среднюю цену средняя цена естественно здесь будет не та которую я ищу но если у меня мало денег если в закупке эта веревка очень дешево стоит почему бы и нет то есть средняя цена у нас 9.13 9.13 8.8 что такое ну чтобы поднять ценник все понимают что надо значит две веревки продавать пускай даже в сумме она будет стоить не 8.54 а 8.40 например или 7.99 но лучше три веревки продавать чтобы у вас продажа была средняя цена максимально высокий вот как здесь вообще две веревки продают но они какие-то короткие здесь продают кучу всего что хотите и в принципе как ни странно у них продажи очень даже ничего ну это я сейчас говорю это просто пример смотрим мы на отзывы 921 раз отзыв серьезный я сейчас на тот момент выбрал именно средний товар где в очень крутой группе DogToys именно минимально конкурентная среда в принципе здесь мне нравится что рекламируемые товары имеют хорошую отдачу то есть гипотетически можем и мы сюда зайти и получать продажи с минимальным количеством отзывов то есть это неплохой намек всего два три четыре раз два три четыре товар у нас есть зеленый соотношение продаж к отзывам тоже неплохо это говорит о том что 47 19 40 60 54 50 ну сложно 7 сложно но можно как это сделать я уже буду отдельно видео снимать по тактике продаж намазываем данным видео мы это рассматривать не будем чтобы не отлетаться и не перемешивать то есть вот мы выбрали соответственно на первой странице у нас вот такие продажи достаточно узкий ассортимент идем на Алибабу забиваем те же самые слова и чтобы нам этим товаром сразу его не откинуть мы забиваем Алибабу так для проверки просто на вскидку это вот один из показателей очередной показатель не более того да кто ну закроем сразу ненужные нам ненужных нам продавцов чтобы нам давали по крайней по этим двум показателям приличный производитель здесь вот мячики бам-бам-бам ну короче есть товар смотрим цена какая так это не то это не то как это с пластиком вот кстати неплохая интересная но уже подороже вот то есть с всякими изменениями то есть я советую торговать товаром который может они и веревки но друг от друга отличаются ну вот чтобы вот как я в том видео показывал не было абсолютно одинаковых силиконовых тарелок который будет отличаться только цветом и названием бренда но вот это особо никому не надо а здесь вот действительно есть о чем подумать то есть проявить свой креатив опять же сказать этим производителям там заказать что-то здесь вот мячики отдельно здесь вот они мячиков этих несколько связали можно пластиковый мячик добить как вот здесь то есть можно что-то с этим делать то есть наша задача однозначно улучшить предложение предложение можно улучшить различными способами качество попробовать трудно это в обзоре в отзывах будет все визуально визуально мы можем предложить там более низкую цену но это утопия соответственно нам скорее лучше подороже продавать но что-то предложить там я не знаю тупо две таких но это неинтересно будет доход уменьшен и будет соответственно такое достаточно кривое предложение потому что человек посмотрит скажет зачем мне две я лучше может там одну возьму соответственно надо что-то такое найти погонять по страницам посмотреть что там на другие страницы потому что ну вот видите опять одно и то же buy giga kids какой-то а ну это вот они одни и те же сморно зайти но не буду а вот это вот одно и то же если спонсор нажмем им как бы там попадут они вот сюда нажимаются нажимаю вот и сюда хотя на первой странице с 18 то есть товар популярный его двигают хорошо вот их 4 номинования он взял разных цветов я не знаю вот честно могу сказать надо ли это не надо товарными остатками забивать таким в начальном этапе если у вас немного денег я бы советовал бы начать с одного нет смысла никакого особенного долбить 2-3 позиции там жирафы то есть вот такие вот товары они все тряпочные там это чуть-чуть другая история мы как бы смотрим веревочные веревки 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 естественно по весу все соответствует нас не устраивает что нас не устраивает то что отзывов достаточно много а продаж немного нас не устраивает конечная цена то есть мы ставим минус в плане отзывов Но, в принципе, есть наметки, что новички, вот новичок, он сюда пробился, на самый верх. То есть, вот его показатель, он одновременно себя рекламирует, и уже на первой странице вышел. То есть, он явно делает хорошие успехи. То есть, это тот же самый товар. Здесь 6 тысяч, правда, бестселеринг. А здесь 12 тысяч. Не понимаю. Здесь, короче, он для каждого товара бестселеринг разный. 12, для этого сколько? 21, ну да, значит. Значит, он идет, грубо говоря, здесь у нас 4 этих, но листинги котируются по-разному. Идем дальше. Вес нас устраивает, габариты устраивают. Что мы здесь можем сделать? Ну, можем сделать, естественно, бумажку. Упаковку, коробку нам здесь не надо делать, но какую-нибудь красивую бумажку, да, можно сделать. Напечатать и увеличить свои затраты. Можно сделать бумажку и прилепить сюда 2 таких товара. Но однозначно, однозначно, если вот вам нравится, в них реально получается. Добились они хороших результатов. Но чтобы этим товаром уже торговать, однозначно, вам надо что-то другое предложить. Думайте, похоже. 3 узелка, пластик, бумажка с дополнительным каким-то там еще там. То есть вот здесь, например, тряпочная и, соответственно, с пластиком. То есть надо обязательно что-то улучшать, изменять. То есть в этом направлении работать. Не рассчитывайте, что у вас там намного дороже получится. Или намного там дешевле у вас сразу продажа пойдет. Это не гарантированно совсем. По ценам сказали, по весу я сказал. Двигаемся дальше. Надо посмотреть вторую страницу, как дела обстоят. Проверяем вторую страницу по этому товару. Продажи очень скромные. То есть на второй странице продаж уже нет. Продажи уже так. Зелененько вообще ничего нет. Но страниц немного. Значит, конкуренция невысока. То есть, что еще я мог забыть? Что еще мог забыть по товару? Все, прям, посмотрели. Закупку узнаем. Если эта штука стоит бакс. Если стоит она бакс. Ну, мы смотрели здесь. Она, скорее всего, не бакс стоит. 0,6-0,8. Ну, предположим, предположим, она будет стоить 10 долларов. Ну, похоже, их сразу не видно. Предположим, стоит бакс. Предположим, стоит доставка. То есть, работа с Амазоном, FBA, 5 баксов, 6 долларов. То есть, они работают, получается, на... Ну, вот там, копейки, если просчитать, так гипотетически. Они сидят, значит, бакс плюс доставка, плюс Амазон. То есть, реально, они могут сидеть там на долларе, на двух. Всего-навсего. Но, с другой стороны, они вложили всего доллар или два. Так что, в принципе, это стопроцентная наценка. Так что, с одной стороны, доллар вроде мало, но с другой стороны, неплохо. Здесь потайной минус заключается в том, что, если работать с таким товаром, это реальный вариант. Я показываю для тех, у кого, ну, кто боится вложить большие деньги, кто не хочет вложить, кто хочет просто попробовать. То есть, кто готов потерять, ну, где-то до 1000 долларов. То есть, таким товаром, супер дешевым, гипотетически рискнусь, мором. То есть, если мы покупаем, ну, я думаю, 2 долларов даже хватит. Это максимум. Доставить до Амазона. Это прям, я думаю, что даже меньше. Если вы закажете, например, там, припауэром 500 штук. 500 штук умножить на полтора, 700-500 долларов. Потому что, чтобы продавать, нужно количество. Да, можно сказать, можно сказать 200. Можно сказать 200. И рассчитывать на то, что у вас будут продажи просто так или через Pay-Per-Click. Вероятность небольшая, могу сразу сказать. Из-за этого, если дешевым товаром рисковать, он не такой уж там, ну, 300 это прям вообще микро. И если у вас начинают сразу продажи, если вы все делаете правильно, то надо сразу еще иметь в виду, насколько быстро завод их имеет в наличии. Потому что многие китайские заводы вообще не имеют в наличии ничего. Они просто не в складах. Они под конкретный заказ делают конкретную продукцию. Если завод серьезный, большой, у них есть это все в наличии, вы можете. Потому что доставка, например, FedEx мне обошлась в 5 дней на Amazon. Тем более небольшое количество, я думаю, они отправят на один склад. То есть, если в 5 рабочих дней, то нормально. Соответственно, вы поработали. 7-10 штук гипотетически в день такого дешевого товара можно спокойно продавать. Вот и можете сами посчитать товарные остатки. Чтобы это стимулировать, надо, естественно, раздавать. Надо, естественно, раздавать, забивать плохие отзывы, потому что они все равно будут надо раздавать для хороших отзывов и для стимуляции продаж. То есть, вы должны будете определить минимальные продажи в день своей продукции. Естественно, органические, то есть, реальные продажи вы не можете контролировать. Будут они, не будут. Даже через paperclip. А раздачу вы более-менее можете контролировать, раздавать свои купоны. Так, пошли дальше. Это мы все определили. То есть, тактика по продажам дешевого товара, я думаю, все объяснил. Купили 300-500 штук. Потратили, соответственно, 750 тысяч долларов с доставкой в Амазон. В Амазоне готовьтесь к тому, что будут дополнительные затраты, связанные с тем, что вы будете раздавать товар. За каждую товару вы будете отдавать еще там 4 с лишним долларов. 4-5 долларов. То есть, если вы не будете органически гасить эти затраты, они у вас будут минусы. Вы будете, да, откидывать в Амазон еще. Плюс реклама, paperclip. То же самое. Она не гарантирует, что вы будете ее... Не то, что она не зарабатывает. То есть, разница в вашей марже минус затраты в ноль. Если в ноль, это вообще отлично. Особенно в начале. Вот. А может быть такое, что вы продадите 2 штуки, а потратите, например, там, 2 штуки продали. Пускай даже вы будете свой набор за 10 баксов продавать. 9,99, например. Вы заработаете, соответственно, 19,98. А потратить на рекламу 25 долларов в дневной бюджет или 22. И опять у вас эта разница пойдет в минус. То есть, это надо тоже иметь в виду. Соответственно, я говорю, вот если по минимуму пойти, то есть, как вот на 1000 баксов попытаться начать работать, то вот такой вариант. Можно, естественно, 200, чтобы заказать на меньшую сумму. Просто будет перебой больше. Будет в будущем, я объясню, стратегию продаж. И может быть просто товара не хватит. У вас упадет конверсия. У вас будут свои сложности. Но можно и так, если чисто для пробы, для тренировки, можно спокойно сделать и так. Естественно, не обязательно на этом товаре. А просто найти ходовой более-менее товар, я даже посоветовал бы. Так что вот этот товар мне не очень нравится. Честно могу сказать. Зелененький хоть здесь и есть, но продаж совсем мало. Бывает группы больше. Но еще раз говорю, это зависит от человека. Есть большие продажи, шансов меньше. Маленькие продажи, шансов больше. То есть, в любом случае, первая страница здесь вполне достойна нормальная продажа одного и того же товара. Так, это у нас какая страница? Да, первая страница. То есть, вот такой вот товар. Другие товары я показывать не буду, но смысл такой, что идеальный-идеальный указатель для меня, например, по подбору, это, естественно, гораздо больше зеленого. Но еще раз говорю, гораздо больше зеленого. Это или хуже продажи, реально еще хуже, чем здесь. Или будет сложный товар. Дорогой, габаритный, то есть, объемный. Например, те же, например, Bad Dog, Bad Dog, например, кровать для собак. То есть, мы возьмем. Ну, даже можно, да, перейти, принципы. Dog Bad. Заходим сюда. Вот они такие объемные. Здесь будет намного, я, насколько помню, лучше показателя. Ну, кроватки эти реально объемные, даже если там они сжимать будут, все остальное, то есть, они же не в вакуумах упакуют, так скажем. Будут свои сложности, так скажем. Сейчас подзагрузится. Вот сразу видно уже. То есть, чем сложнее товар, продажи повеселее здесь. Зелененький, в принципе. Чуть-чуть побольше. Шесть уже есть. Неплохо. Рекламируемый товар не дает результатов продавцам. По крайней мере, поэтому отчетно. Вот такой вот товар, например. Средняя цена мне уже нравится. 32 баксов. Соответственно, вот 20, 19,99. На это надо рассчитывать. Вот он, 19,99, например. 18,99. То есть, эти... Это сколько? Вчера, кстати, он столбик на... А, нет, тоже 20. 20 баксов. На eBay, кстати, он тоже лидер топовый. Так что, товар можно искать. Продажи, вы видите. Даже если смешер нам показывает в два раза меньше, даже 70, я могу сказать, от 10 продаж уже хорошо. Уже хорошо. Для старта, для начала здесь про это очень хорошо. Многим-многим мечтают даже об этом. 20 продаж, это нормально, отличный результат. Средняя цена, отличная. А зелененький, в принципе, есть. То есть, проблема с этим товаром, давайте зайдем, ну вот. Ну, здесь прям, я не знаю. Нам же не обязательно торгать для гигантских собак. Как правило, они продают... Продают они лежанки для разных размерных собак. Ну, возьмем вот этот классический бестселлер, возьмем. Продает он один размер, забил на все, ничем там не загоняется. Вот, опять же, чтобы лучше товар, читайте отзывы, особенно отрицательные. Снажали на отзыв. Ну, читайте. Маленькие отзывы, ну, это, скорее всего, галиматья. Покупные отзывы какие-нибудь. Ну, или действительно, реальные покупатели, нам кайфовом писать, потому что обзорщики, они нормальные отзывы пишут. Здесь как-то прям совсем худся. Так, ну, в любом случае, можно почитать. Вот здесь вот что-то пишет, там маленькая, там разваливается. не знаю. Так, идем назад. Такой вот товар. И смотрим, соответственно, вес. Опять 2,5. Так, найти в Google. Сразу автоматично у нас в таблице. Грамма. 952 грамма. То есть, ну, сразу понятно, что доставка уже будет не бакс. Как в предыдущем дешевом товаре. То есть, вкладываться уже будет значительно серьезнее. Доставка будет уже намного дороже. Вот, можно посмотреть хитрость, например, здесь не собачьими кроватями, а кошачьими. То есть, цена будет примерно такая же, там, я не знаю, на 20% дешевле. Но сам размер этой штуки будет намного меньше. Потому что собаки все-таки намного крупнее есть. Вот я смотрю, басок, боксер. Кто у нас сейчас собак? Лабрадорский. В общем, даже не понимаю. Вот, то есть, это небольшие. У меня вот Сибернар, например, был. Причем, если сука еще более-менее такой будет размер, и по кобель будет, я не знаю, там, таких два надо положить. Вот. Есть большие собаки. Но мы не рассчитываем, как бы, на таких собак. Вот рассчитываем, вот, наверное, непонятно. Потому что здоровым собакам, я не знаю, у них там свое, там, кавказскую, я думаю, такая штука не нужна. Или средний азиат. С крыши, тем более. Ну, вот, то есть, это расчет на небольших голодкошношных собак, которым там все-таки холодно, там, и так далее, и так далее. То есть, уже на любителя. Опять же, ключевые слова подбираем. Ключевые слова разные. Вот как у меня здесь, например, здесь, по-моему, я отбирал. Вот оно. Есть такое ключевое слово, как pad, bad, dog, bad. То есть, вот их показатели. Ну, соответственно, уже там коврятся, коврятся дальше. Потом мы, естественно, смотрим, что. Опять же, возвращаемся к отчетам. Мы, естественно, смотрим отзывы. Я здесь, конечно, смотрю по зелененькому. У вас этого нет, гипотетически, если этой программы нет. Но смотрим отзывы. Да, по отзывам здесь жестко. То есть, вот, два пробились. Это у нас спонсоры, значит, реклама никакого отношения не имеет. То есть, сюда, чтобы на первую страницу пробиться, достаточно сложно. Надо, как минимум, 12 продаж делать, и то маловероятно. Ну, таким макаром. Ну, предположим, возьмем мы вот это вот. Каким макаром он здесь оказался? Можно проанализировать. Берем оси. Копируем. Есть такая вот программка, которая показывает нам историю этого товара. Ого-го-го. Сколько там торгуют у нас уже? 1440 дней. Афиг здесь. Амазон. Как менялась цена. Я так понимаю, у нас... Вот. Как его зовут там? Это, это, это... Как он называется? Buybox. О. Так. Вот ранг наш. Нет, он так меняется. Ну, за такой период времени очень сложно. Давайте за три месяца. Давайте за месяц. Как ранг меняется? Вот мы так вот отделяем, смотрим. Сейчас, на данный момент, у него ранг 4 тысячи. То есть, вверх пошло. Цена у него вообще неизменна. Начал 25. Батинских. Ну, у тебя вообще другой товар-то еду. Интересно. Интересно, кинуть. Да, не тот товар, да? Ну, не столь важный. То есть, вот. Люди уже торгуют столько лет. Пять лет торгуют практически. Ну, отболтаются туда-сюда. То есть, в любом случае, есть продажи. Сейчас, на данный момент, у них 12 продаж. На 5000 бестолерен. Вот они стабильно по 25 долларов продают. Закупки, не бойся, эта штука стоит. Я не знаю даже сколько. Ну, наверное, баксов 10, что-нибудь такое, 8. Хотя, в принципе, скорее всего, дешевле. Явно. Я вчера смотрел, 28,88 они вообще сейчас продают. Не знаю, какое качество, конечно, надо смотреть там. Такое я точно не видел. Но в основном все там здоровые. Даже для больших собак цена где-то около до 10 долларов, до 9 долларов, там. 7-8 долларов, а так еще дешевле. Ну, вот люди, я так понимаю, забили на большие объемы. Сидят на первой странице и продают за счет наценки. Ну, так что надо искать, продвигать на первую страницу. И таким же макаром сидеть и продавать. Есть стабильные продажи. Может быть, им надо цену уронить. Может, и что-то надо. У них здесь есть buy box. Многие этим торгуют, я так смотрю. Я что, даже не пойму ничего. За столько времени они приватной больше не нарисовали. То есть даже наклеек нет никаких, что это... Ну, бог им судья, то есть, в принципе, с ними конкурировать можно. Описание, опять же, не 200 символов. Не знаю, у собак такое количество символов, но, кстати, небольшое. Буллеты. Сейчас в последнее время мода пошла. Достаточно ограниченная, чтобы можно было прочитать. Потому что люди читать не любят. Описание. Вообще, description без HTML-кодов, без выделения, вообще без всего. Ну, короче, просто работают. Ну, и все. И вообще, да, финина, все подряд. Продают вот эти вот ушаны. Ну, по большому счету, шапка ушан какая-то перевернутая. Тебетей. Папаха, не знаю. Для микрособак. То есть, для больших собак, сами понимаете, больше материала, больше денег стоит. Вот люди продают вот такую вот стуку. Я, честно, могу сказать, мне самому такие товары интересны. Сам рассматриваю товары. Товары, потому что все как бы кровати... Кровать и кровать для собак. Но они все, сами видите, совершенно разные. Вот, посмотрели мы историю. То есть, товар уже давно продается. Они там ничего не придумывали. Пробились. И торгуют здесь спокойно. Двенаж тут. Конкуренция высокая. Желательно, конечно, чтобы здесь цифры были поменьше. Но товар ходовой. Опять же, если мы вернемся к... Нет, не к этому. Тренд по кровати. Незапно, что у меня все время. Запомнилась. Так. Теперь будет амелька открываться. Тед бед, доб, беда. Вот как. Все больше и больше покупают с годами. Если кроват. Берем теперь. Год. Не такая у нас динамика идет. Так что с кроватями все нормально. Каких-то спадов, подъемов особых нет. Под Новый год даже рост. Но имейте в виду, опять же, 90-ка кровать. То есть выгнать, торговать, да, маленькими. Выгнать, торговать маленькими. Смотрите, габариты и вес. Анализировать с конкурентов. Я никак не могу запомнить эту систему. Может, не стараюсь, потому что. Ну, 900 грамм. 900 грамм. Это много. Желательно. Грамм 600. Ну, как бы не было. Тут уже, сами видите, 28,88. То есть игра стоит свечи. Наценка нормальная. Товар простой. Сломаться нечем. Не знаю, почему они не сделали нормальный. Приват. Лучшие друзья. Байшири. Возвращаемся назад. Отзывов много, да. Но пробиться на первую страницу сложно будет. Давайте посмотрим, что на вторую. Какая ситуация происходит. То есть сейчас, на данный момент, мы делаем отсев. Вот отобрали 50, там, позиции или 100. И делаем уже отсев конкретный по улучшению. То есть здесь опять у нас есть зелененькие. Здесь есть отличные продажи. Кстати, на второй странице даже продажи. Ну, не лучше, но вполне равные. Первой странице. Бывает очень частая ситуация с некоторыми группами, опять же, где товар очень похож друг на друга. Что люди, естественно, не листают. По опыту игрушек, по поводу вот этих же кроватей. Люди листают. Вот пример, что они листают по разным страницам. Потому что у всех кровати разные. А хозяин хочет выбрать самое лучшее. И, естественно, не загнанного за цену. В первую очередь. А загнанного, в первую очередь, действительно, купить своим питомцам самую лучшую кровать. Самую подходящую, может быть. Так, на третьей странице уже поскромнее. Я так смотрю. Вот уже одеяло пошли. Которые тоже можно по кровати использовать. Толсто одеяло у них там. В машине их можно использовать. Если я смотрю, это именно продажи дают. Тот же самый, но 12 продаж на этой странице. Ну, то есть, продажи есть. Конкретно по вступаемым местам. Так что, можно работать. Неплохой товар. Не самый лучший. Можно найти еще лучше, естественно. Но это просто пример. Пример. Мы во втором вот этом видео, я рассказываю, когда делаю уже отбор товаров до конечного. То есть, сейчас я отобрал в первом видео сотню. Чисто выбрал группы, где много продаж. Где мне товар нравится. Где я понимаю, что габариты соответствуют. Где цена соответствует. Более-менее я их отбираю. Сейчас, на данный момент, я показал, как отобрать уже максимально точно. Хотя бы там, пяток, десяток товаров, которые вы уже будете думать. Брать вам, не брать. Там, уже на свое усмотрение. То есть, вы уже будете их сравнить, когда отберете свои, вот, с помощью данного видео. Сами там. Когда вы отберете уже свои 5-10 таких, естественно, убойных товаров, они совершенно будут из разных групп. Обращайте внимание на то, что можно ли эту, эту товарную линейку расширять. Пример. Если вы кроватями занимаетесь для собак, вы потом можете предлагать своим всем покупателям все связанное с собаками. Или с кошками. Или там, что с какой-то живностью. Там, я не знаю, ошейники. Щетки вот эти, которые там, чесать их там. Ну, лекарствами и с едой у нас проблематично торговать. Соответственно, мы можем именно все, что связано с животными. То есть, у вас уже есть конкретно, покупателей, особенно если которые довольны покупателям, почему не предложить с небольшой скидкой купон и продавать товар, особенно в начале, для старта. То есть, вы постоянно можете развивать свой бренд. Это касается любой ниши. То есть, если вы возьмете там какой-то товар, который нельзя дальше развивать, ну, то есть, он какой-то своеобразный, очень такой ограниченный, с ним будет уже сложно. То есть, вам придется второй свой товар опять брать из другой группы и опять гонять по порожнякам, грубо говоря. То есть, не получаете результат. А так получается синергетический эффект. Вот. Так что, думайте про развитие бренда обязательно на перспективу. То есть, какой следующий товар вы сможете торговать. Смотрите габариты, смотрите выгодно-невыгодно возить этот товар будет вам, потому что доставка сожрет очень много. При общении с производителем обязательно узнавайте конечную стоимость доставки от двери до двери. Door to door, так скажем. Чтобы понимать конечную цену и свою себестоимость. Потому что Амазон, я еще раз говорю, минимум 5 баксов с вас сдерет. При любом расходе. Бесплатно раздадите, за деньги раздадите. Все равно эти деньги у вас уйдут. Вот. И потом уже будете прибавлять и прибавлять эту маржу, которую вы видите у конкурентов. Здесь вот она и 20 долларов, и 29. Сколько угодно. Ну, 29, 29, 19, 99. Есть вот такие вот кроватки. Ну, есть вот уже железо. То есть, там, собирать, разбирать надо. Разные моменты. Вот. Так что, что еще можно рассказать по поиску товара. Когда вы отберете уже 5 товаров, уже выкинете высококонкурентные группы товаров. Ну, то есть, более конкурентные по сравнению с остальными. Отберете товары, которые соответствуют по остальным вашим критериям. Уже останется небольшое количество, может быть, несколько, может быть, приличное количество. Здесь уже будете смотреть чистое. Я посоветовал бы смотреть, выбрать тот товар, который именно сейчас будет в тренде. То есть, у того товара, у которого сейчас подъем. Потому что какой бы товар был не сезонный, то есть, когда всегда покупает, но очень много товаров есть все равно с пиками и с падением. То есть, в любом случае, особенно на старте, старайтесь выбирать тот товар, который сейчас... То есть, вы понимаете, что пока его произведут, пока заплатят, что через месяц, в лучшем случае, он у вас окажется... Дойдет до покупателя. Вот. И вы планируете, что будет через месяц. Закончится Новый год, начинается Новый год, Новый год хорошо продается или плохо. Лето начинается. И вот эти все моменты надо иметь в виду. Очень важно. То есть, вот из тех товаров, которые вы выберете, уже по всем критериям, цена, вес, там, все остальное, развитие бренда, выбирайте именно тот товар, который будет в тренде через месяц, через два. И желательно вот в начале тренда. То есть, вот такой немаловажный фактор. Опять же, по своему опыту говорю. В принципе, все. Следующее видео расскажу дальше. Если что-то сейчас вспомню еще, потом в следующем видео дорасскажу. Ну, а по выбору товара, я думаю, достаточно. Какие будут вопросы, пишите. Потому что предпочтения у всех разные. Жизненные опыты у всех разные. И по выбору товара. Я, например, не знаю, как доставлять товар из России, из Украины. Вот. Там куча нюансов. В любом случае, советую обратиться просто в эти же импортные транспортные компании. FedEx, DHL, UPS. Вот. И у них узнает, сколько будет стоить и какие там, так скажем, нужны будут документы, сертификаты и все остальное. Потому что с Китая очень быстро логически идет. Дешевле, как правило. Потому что очень большие объемы оттуда идут, опять же. И до 2,5 тысяч долларов самолетом еще все в таможню вкладывается. То есть без забот, без хлопот. То есть вы заплатили и забыли. Есть нюансы по доставке, естественно, есть. Но если вы берете достаточно дорогую доставку, для начала это правильно, чтобы не было проблем. Потом уже будем экономить. Искать варианты. Опять же, надежность поставщика, если он нормальный. У меня вот проблема, например, у меня набор. И его проверяли. Я проверял фотографии. Да, я человек не манимал. Но у меня есть некоторое количество нехватки наборов. Да, и китайцы мне обещают компенсировать. Причем с запасом, потому что я и за доставку заплатил. Я и с клиентами, грубо говоря. То есть у них проблемы, эти проблемы мне приходится решать. И бесплатно им удавать еще комплекты. Некоторые успевают возвраты сделать. То есть они мне как бы все это компенсируют. Но в любом случае это неприятно, это геморройно. То есть тут много-много всяких нюансов, но это уже в будущем. В принципе, все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Все как обычно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok